Лев Солнцев Всем привет! Меня зовут Лев Солнцев. И сегодня я расскажу о том, какие нужны для выбросработки знания. Сначала немножко обо мне. Я уже 10 лет занимаюсь выбросработкой. Я работал в компаниях Badoo. Это многомиллионная соцсеть для встреч, работающая по всему миру на десятках языках. Это компания Яндекс, которую вы все прекрасно знаете. И сейчас я работаю в компании новой облачной технологии над веб-приложениями пакета MyOffice. Я увлекаюсь программированием с детства. И за свою карьеру столкнулся с многими аспектами веб-разработки. Это и верстка, это и поддержка множества языков. И... Ой, да, волнуюсь. Это и разработка не в скрипте, там, включая BAM, React.js, ну и, конечно же, Vanilla.js. Моя любовь к оптимизациям вылилась в том, что я поддерживаю SVGO. Свободное время, к сожалению, которое является роскошью. Сергей Попов на первом докладе рассказал вам про то, какие проблемы бывают у новичков и что не хватает со стороны компаний. Сегодня я расскажу про то, что нужно знать со стороны непосредственно разработчиков. Для веба основные технологии это, разумеется, HTML, CSS и JavaScript. Пожалуйста, поднимите руки. Кто знает о HTML? Ну, примерно половина зала. А CSS кто знает? Примерно столько же. То есть половина зала версткой не занимается, что ли? Да, кто не занимается версткой? Несколько человек. Кто тогда остальные? Они вообще веб-разработчики? А кто знает JavaScript? А, да, я спрашивал, да. Или не спрашивал. Кто знает JavaScript? Ну, тоже ползала. Все стесняются, что ли? Или подвохом? Ну, хорошо. А кто работает с JavaScript? Стесняются, значит. Да, уже две трети примерно. Ну, отлично. Зачем нам нужны знания основные? Это, во-первых, фундамент для разработки. То есть невозможно построить дом без фундамента. Он развалится и быстро уйдет негодность. Точно так же невозможно делать по разработку. Но без знаний HTML, CSS и JavaScript. Важно не только знать этих технологий, но и понимать, какие они дают возможности. И что с помощью них можно сделать? Ну, это знания также позволяют ориентироваться в предметной области. Какое решение выбрать? Хорошее ли это решение или плохое? Можно ли выбрать решение лучшее? Надо хорошо знать не только возможности, которые дают технологии, но и их ограничения. Знания ограничений иногда позволяют делать такие вещи, которые, на первый взгляд, могут казаться невозможными. А с другой стороны, вы можете сразу сказать, если от вас требуют что-то совершенно невообразимое или нецелесообразное по трудозатратам. Ну и, наконец, это вечные ценности. Обладая этими знаниями, вы всегда будете цены как специалист. То есть вы всегда найдете работу, фреймворки приходят и уходят. А зная основы, вы всегда можете разобраться в каких-то новых введениях. И, как вы слышали сегодня уже, на своих беседованиях спрашивают именно самые основные технологии, то есть самые азы. И далеко не каждый может ответить на них хорошо. Как я говорил, я увлекаюсь программами с детства, и первую страницу я сверстал в 1999 году, то есть уже примерно 18 лет назад. Я даже не помню точно, в каком году это было, то есть плюс-минус год, может быть, погрешность. Тогда был медленный интернет, все сидели на модемах с почасовым доступом или с ночным безлимитом, потому что он был дешевле. На рынке царили Nescape 4, который постепенно уже уходил, и Internet Explorer, пятая версия, которая вышла в 1999 году вместе с Windows 98 Second Edition. Мне было интересно, как совершать сайт, точнее даже сделать, тогда даже не говорили слово верстка, просто две колонки. То есть с левой колонки, например, меню, в правый текст. И, как вы догадываетесь, на тот момент единственный вариант сделать это были таблицы. То есть не было никакого другого способа. С тех пор время ушло вперед, браузеры научились хорошо понимать CSS, попытки стандартизации дали свои плоды. И, наверное, уже каждый знает, что верстать на таблицах — это дурной тон. И пошел уже обратный тренд. Люди боятся верстать на таблицах, даже если речь идет про табличные данные, которые сам Бог велел делать на таблицах. Был даже один случай, что вот когда стояла задача сделать вот такую таблицу, сверстанную с помощью display table на обычной теге таблиц, вместо того, чтобы перевести теги, были добавлены aria-атрибуты для доступности. То есть люди настолько боятся таблиц, что боятся тегов. Почему так происходит? Ну, во-первых, люди боятся, что таблицы непредсказуемо себя ведут. Это действительно так. Об этом немножко позднее. Ну, а во-вторых, кто-то может вспомнить, есть баг, что не показывается в сене элементов внутри таблицы в Internet Explorer 9. Что имеется в виду, когда говорят о непредсказуемости в поведении таблиц? Вот примерный вид таблицы между ячейками и зазоры. Таблица не стилизована, но поскольку рамка по молчанию не рисуется, я условно обозначил рамку пунктиром. Вот. И, как можно видеть, это настоящая таблица, то есть в HTML, сама презентация сделана на HTML, потом можно будет открыть посылки и посмотреть устройство. Итак, браузеры стараются отобразить таблицы так, чтобы ячейки с большим количеством содержимого получили больше места, чтобы место расходовалось оптимально. Что самое неприятное, у каждого браузера этот алгоритм реализован по-своему, и он нигде не стандартизирован. Только вот недавно появилась спецификация, точнее ранний черновик спецификации, CSS-table layout-модуль третьего уровня, где предпринята, даже начата, только начала предприниматься попытка описать этот алгоритм и привести его к стандартному виду. Также, если в таблице будет какая-то большая картинка или длинный текст, ссылка, например, то ячейка увеличится, соответственно, размеру своего содержимого. То есть содержимое никогда не выйдет за пределы ячейки, как мы привыкли в этом CSS. Однако есть один способ, чтобы избежать подобного поведения. Он описан в спецификации, знаете какой? Спецификация CSS2 — это свойство table layout. То есть когда вы ставите свойство table layout fixed, оно говорит таблицу, что не надо учитывать содержимое ячеек. То есть учитывается только первый ряд по спецификации. Если вы зададите размер ячейки, то он жестко соблюдается. Если вы зададите размер, ширину на таблице, то ячейки, которые с незаданными размерами, равномерно распределятся, как Preflex 1, если вы знаете про Flexbox. Ну и самое главное, поскольку соблюдаются размеры, то работают свойства overflow. То есть контент, который не помещается, может либо выходить за границы, как Preflex Flow Visible, либо обрезаться, как Preflex Flow Hidden. И опять же не составляет никакого труда, например, сделать обрезание текста с многоточием, как мы это все любим. Например, какие-то табличные данные. Мало ли там попался Константин Константинопольский. Вот мы включаем TableLayout Fixed. И вот, как мы видим, ячейки колонки имеют одинаковую ширину. Длинная ссылка просто вылезает за пределы. Так что с этим свойством мы можем до сих пор сказать, что CSS is awesome. CSS еще крут. И мы можем работать так, как мы привыкли с дивной верстки, так же и с таблицами. Довольно любопытный случай с тенью. Опять же, условный пример таблицы. Внутри какой-то папчик, который выделен тенью. И один раз я вот так что-то сделал подобное и открыл пример в Internet Explorer 9. И в нем тени не оказалось. Вот я условно, опять же, обозначил по папчику, чтобы было понятно, где он находится. Тогда разрабатывались новые версии Internet Explorer. Там Microsoft призывал их всех фиксить багги. Я попробовал сделать минимальный тест-кейс, чтобы воспроизвести этот баг. И когда я сделал просто таблицу, засунул в нее по папчик, тень у него отобразилась. Почему так произошло? То есть причина была еще в чем-то, что была причина, которая триггерила баг. Этой причиной оказалось свойство border collapse. Она тоже отписана в CSS2. И его предназначение в том, чтобы объединить границы ячеек. Например, с помощью него вы можете сделать однопиксельную границу между ячейками. То есть они не будут там... Один пиксель от одной, один пиксель другой. И давая в сумме два пикселя. Просто один пиксель не надо. Говорить там border left, border right. Там просто border один пиксель и все. Как побочный эффект, этот свойство выбирает зазор между ячейками, как свойство border spacing или атрибут self-spacing. Но главное его отличительное свойство – это то, что оно работало даже в Internet Explorer 6. Опять же, несколько лет назад еще это было актуально. И поэтому его все использовали просто как замену border spacing, который работал в Internet Explorer. Однако сейчас уже нет смысла использовать это свойство. Я думаю, никто не поддерживает Internet Explorer 7 и 6 из зала. Поэтому современно-дизайнерские дизайнеры тенденции таковы, что рамки по возможности избегаются. Поэтому нет смысла никакого использовать border collapse и можно его вполне избежать и, соответственно, избежать данного бага. И, как краткий итог, то есть вы можете работать с таблицами так же, как вы привыкли работать с флотами или с обычными методами CSS с помощью свойства table.out.fixit. Как вариант, подобным эффектом еще обладает свойство MaxWidts. Кажется, это нигде не описано. В CSS2 поведение MaxWidts не определено, но по факту это работает во всех браузерах. И если вас волнует проблема с тенью в Internet Explorer 9, то избегайте border collapse. Это не сложно. Что касается верстки, то несколько лет назад я написал статью «Основные способы верстки». Она лежит на сайтах верстандартных. Статья в двух частях. Первая статья подписана таблицам, где я также описываю свойства table.out.fixit. И вторая часть — бестабличная верстка, где я предчисляю основные методы и приемы на основе CSS2. Опять же, это полезно знать, если вы изучаете верстку или если собираетесь на собеседование, или если вам там нужно какой-то прием, который поддерживается в более старых браузерах, а новые способы раскладки чем-то не удовлетворяют, или вы хотите сделать деградацию. Какие можно сделать общие виводы? Очень полезно знать спецификации. Кто из вас знал про свойства table.out.fixit? Кажется, примерно половина от тех, кто знает CSS. Грубо. Также очень полезно пересматривать устоявшиеся подходы. Со временем накапливаются наборы хаков, костылей, которые мы используем. Они не всегда становятся актуальны и иногда могут привести к каким-то новым побочным эффектам, которые нежелательны. А может, вам уже и не нужно ничего. Например, вот недавно вышла статья, которая призывает там отказаться от хаков в свойстве font-face для подгрузки шрифтов. Потому что новый браузер, и все поддерживают формат вов, т.е. 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 устарел, и вообще лучше не использовать. А IOT нужен только для совсем старых тринет-эксплореров, которые тоже мало кто уже поддерживает. А может, и не надо их нагружать. т.е. 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 т. т.е. т. т.е. т Отлично. И одно из свойств, которое там появилось, это доступ к символу строки по индексу. Подобно как мы обращаемся к элементу массива, мы получаем символ строки. То есть нулевой символ в слове код — это k. Все просто и понятно. Например, мы хотим, если сделать инициалы, то мы просто берем имя, фамилию, берем первый символ, складываем, получаем инициалы. Круто? Круто. Но есть один подвох. Если строка пустая, то есть нет такого символа, то нам вернется undefined. Это уже получается не очень удобно. То есть мы знаем, например, у нас есть контактная книжка, и у нас есть только имя. И нам, соответственно, нужен только один символ. Соответственно, там надо уже проставлять значение по умолчанию. Это уже выглядит не так красиво, как было изначально. Однако на самом деле есть старый добрый метод. Еще из Econof Stikker 3 называется charred. Он позволяет получить доступ, точно так же получить доступ, получить символ по индексу. Но самое главное его отличие в том, что он работает в духе его скрипта. То есть он принимает что угодно на вход и выдает максимально осмысленный результат. Если символа нет, он просто возвращает пустую строку. И это гораздо удобнее. Соответственно, переписав получение charred, мы получаем гораздо более удобно читаемую запись. Про этот символ, про этот метод рассказывал Дмитрий Барановский в своем докладе Xenovs JavaScript. На JSConf U в 2015 оно легко гугливается. Этот слайд является ссылкой для тех, кто будет смотреть слайды. Я рекомендую посмотреть этот доклад. Там он очень хорошо рассказывает про дух JavaScript. Он очень хорошо дает хорошее понимание того, как сделан JavaScript и в чем его дух. Доклад на английском языке, но достаточно простым. Благо Дмитрий наш соотечественник. Да. Пример простой, но на основе его можно сделать многие выводы. Например, там приходит новая технология, X-ка, все хорошее. И к любой новой технологии надо подходить критически. Надо задавать вопросы, какую проблему она решает. Нуждается ли эта проблема в решении. Нужно ли нам новое решение или нас устраивает старое. Какие преимущества и, главное, какие недостатки. К вам могут прийти проповедники и рассказывать о том, какие у нас новые технологии. Рассказывать, какие мы можем то, 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 то. Например, как в докладе про Hype.js. Однако мало кто говорит о том, какие есть недостатки. Более того, проповедники могут сами не знать эти недостатки. И если вы слепо возьмете новую технологию, без учета недостатков вы практически станете бета-тестером. Вы будете сами набивать шишки, сами искать решения. Вам не поможет статок оверфлоу. Поэтому надо всегда оценивать риски. И иногда оно того стоит. Когда преимущества явно видны, и вам нужно кровь из носа. Но иногда нет. Вот, кстати, про одну модную хипсиску технологию. Недавно появился в framework. Называется React. Его авторы обещают нам быструю работу приложений за счет технологии виртуального дома. Казалось бы, тоже все хорошо. Вы пишете приложение, React что-то оптимизирует, и у вас все хорошо. Все быстро, все летает. Или можно так подумать. Однако, если взять React и написать какое-нибудь приложение в лоб, то оказывается оно не так быстро. React на каждое изменение в данных строит свое дерево виртуального дома, сравнивает это дерево с реальным домом. Если там сравнение не прошло, то обновляет реальный дом. И на деле это работает далеко не быстрее, чем какая-нибудь прямая работа с реальным домом. В чем подвох? Сами авторы React рекомендуют использовать метод ShultComponentUpdate в разделе оптимизация в быстродействии, в своей документации. Этот метод выполняется непосредственно перед рендерингом компонента, и он призван на то, чтобы отвечать на вопрос, проверять какие-то исходные данные, отвечать на вопрос, нужно ли вообще рендерить, или можно опустить этот процесс для компонента, его дочерних компонентов. Однако я не буду останавливаться на этом методе. Замечивали, что уже все получается не так легко и просто, как могло показаться в начале, то есть надо все-таки уже следить, уже отвечать на вопросы, а нужен ли нам этот компонент, когда мы делаем рендеринг. Я остановлюсь на примерах непосредственно с функцией рендер, которая использует компоненты. Вот пример рендера таблицы, то есть берутся какие-то данные, мапятся на что-то и генерируются ячейки таблицы. Там передаются какие-то опции, которые могут быть не указаны. Если они не указаны, то на седьмой строчке можно видеть, что там передается пустой массив. Ну вот, тут многие знают JavaScript. Кто заметил, в чем тут подвох? Пару рук, да? Подвох тут в том, что когда мы указываем вот такой пустой массив через скобки, то это каждый раз генерируется новый пустой массив. То есть если вы сравниваете два пустых массива, то они разные массивы, потому что это разные сущности. Соответственно, точно так же React сравнивает данные. Он видит, что они, React сравнивает поверхность, то есть просто простой проверкой. И он тоже видит, что массивы разные и перерендрует все ячейки, даже если они просто там, ничего не поменялось. Это, естественно, проходит, приводит к падению производительности. То есть, казалось бы, там ничего не должно перерендроваться, а на деле все перерендруется. Исправить это очень легко. То есть мы просто выносим пустой массив в константу и уже передаем каждый раз одну и ту же сущность. Другой пример — это кто-то, вот вы пишете компонент и вы там указываете, например, в рабочке стрелочную функцию. Как вариант, кто-то может связать функцию. То есть, по сути, это то же самое. Кто здесь заметил подвох? Чего-то мало. Человек пять. Кто-то поднимает, опускает, стесняется, видимо. Здесь то же самое. Каждый раз, когда вы объявляете такую стрелочную функцию или когда вы связываете функцию, каждый раз создается новая сущность. А поскольку рендер — это такая корячая функция, которая выполняется каждый раз, когда меняются данные, если вы не используете шелт-компоинт-отбейт, то, опять же, создается новая функция, и это приводит к заполнению памяти, к работе габбиш-коллектора, и ничего хорошего вообще. К тому же таких вещей может быть очень много в реальном компоненте. Стандартная рекомендация — просто выносить связывание в конструктор компонента, и чтобы каждый раз была ссылка на одну и ту же сущность. Я эти примеры взял из статьи React.js.pure.rendor.performance.antipattern. Рекомендую почитать. Там есть еще продолжение про данные, суть которой сводится все тому же. Как видите, фреймворки не спасают вас. Фреймворки — это лишь инструмент, и инструмент, которым надо уметь пользоваться, как и любым другим инструментом. Надо понимать, как работают, знать, как работают в фреймворке, что лежит в их основе, и не забывать про старое доброе правило там, не создавать личные сущности. Опять же, оптимизируйте код горячих местах. Функция render в React — это как раз такое место. Вот, к слову, о доме. Часто приходится слышать, что дом медленный, вот как на картинке. То есть там рекомендуют избегать взаимодействия с домом, то есть ругаются на браузера и все такое, рисуют страшные картинки. Однако стоит помнить, что на самом деле браузеры оптимизируют быстродействие тоже и оптимизируют быстродействие с домом тоже. надо уметь, опять же, работать. Однажды у меня была задача, то есть вот, опять же, есть таблица, в таблице какие-то там контакты. Если там какие-то записи не умещаются, то, да, обрезаются там с ноготочием, то показывать подсказку с полными данными по наведению мышки. Это легко сделать с помощью добавления атрибута title, чтобы не делать его на всех элементах, а только на тех, которые выходят за границы. можно сравнить просто свойства элемента scroll width и client width. То есть client width – это размер элемента внутри рамки, которая отображается, и непосредственно нарисована на странице. А scroll width – это полный размер элемента, как если бы он все содержимое, если бы он не уменьшался, а отображал все содержимое. Соответственно, мы просто проверяем, что scroll width больше, чем client width, и если так, добавляем title. То есть мы делаем простой цикл, обходим таблицу, сравниваем значения и присваиваем title. Вроде все хорошо, задача сделана. Можно отдавать. Все работает. Прекрасно. Однако можно сделать лучше. В чем тут нюанс или тонкость? Дело в том, что когда мы присваиваем title, мы изменяем дом. То есть мы меняем дом дерева элемента. А браузеру, когда он проверяет размеры элементов, scroll width или client width, надо пересчитать все стили, чтобы быть уверенным, чтобы вернуть точный размер. А когда мы меняем дом, то у нас могут, например, быть селекторы по атрибуту. Браузер не знает, есть они или нет. Соответственно, по умолчанию, когда мы просто делаем запрос, когда мы меняем что-то в доме, то браузер сначала проходит по всему нашему скрипту, который выполняется синхронно, применяет изменения и только вот уже потом ленивым образом высчитывает размеры дом. То есть уже считает стили и рендерит элементы. Однако, когда мы запрашиваем непосредственно размеры, мы заставляем браузер сделать это непосредственно в тот момент, когда мы это делаем в синхронном виде. То есть вот каждое обращение к scroll wins, к light wins и offset height и подобным элементам, свойствам, точнее говоря, мы заставляем браузер пересчитать дом. И вот, соответственно, каждый раз, когда мы устанавливаем значение, мы каждый раз делаем лишнюю работу. Если вынести замеры, сначала сделать замеры, а только потом уже сделать изменения, то есть, например, сложить элементы в массив, а потом по нему пройтись и уже установить title, то согласно моим замерам непосредственно в инструментах разработчика данный код выполнился примерно в 5 раз. Ну, конечно, он может зависеть непосредственно от данных, как много там элементов, как много изменений. Ну, результат налицо. Какие из этого можно сделать выводы? То есть важен не дом, важно то, как вы пишете код. То есть браузеры ускоряют для вас производительность, фреймворки тоже ускоряют. Однако это не отменяет того, что надо знать и понимать, что вы делаете. И надо знать, как работают браузеры. Касательно замеров производительности, вы, наверное, знаете такой сайт, как gspurf.com. Он в прошлом году уходил на реконструкцию несколько месяцев, был недоступен. И вернувшись в онлайн, мои коллеги решили сделать замеры. А какой метод быстрее? GetElementsByClassName или querySelector. Задача состоит в том, чтобы получить какой-то элемент по имени класса. И вот мы провели, нашли там соответствующий тест на gspurf, провели тест, провели измерение и получили вот такие результаты. То есть getElementsByClassName лидирует с большим отрывом. Там скорость выше на два порядка. Чуть быстрее работает jQuery, и самый медленный почему-то оказался querySelector. Мне эти результаты показались сомнительными. Во-первых, разница в два порядка, это очень странно. Во-вторых, были другие соображения. И я просто взял и на той же странице теста сделал ручные замеры на самом сайте gspurf в консоли разработчика с помощью метода performance.now, который позволяет делать замеры времени выполнения кода с точностью до тысячных долей микросекунды. Да. Я перезагружал страницу несколько раз, выполнял каждый метод тоже несколько раз и замерил. Стоит заметить, что в хроме результаты замеров округляются до 5 миллисекунд, микросекунд. Однако можно делать вполне конкретные выводы, что вот, например, querySelector выполняется за одно и то же время, то есть у меня получилось 40 микросекунд. А вот getElimitsby классный первый раз выполнялся чуть дольше, чем querySelector. Зато второй и следующий раз выполнялся очень быстро. Интересно тоже посмотреть на jQuery. То есть первый раз он выполнялся на порядок медленнее, потом быстрее, потом еще там быстрее, и приближался к космосе выполнения тоже к querySelector. Чем можно объяснить такие результаты? Дело в том, что getElimitsbyClassName возвращает в живую коллекцию. Что это значит? Это значит, что эти коллекции автоматически обновляются при изменениях соответствующего им документа. Другими словами, просто единожды выполнив этот метод, мы получили коллекцию, и в следующий раз просто возвращается ссылка на него, то есть затраты, на которые там просто минимальные. А JSPerf, он просто делает замеры в циклы тысячи раз или десятки тысяч раз, сотни, как повезет. И, соответственно, мы складываем результат первого выполнения, который достаточно имеет и следующий выполнение, который работает очень быстро и получаем дикий результат. Но это не тот результат, который нам нужен, потому что мы получаем элемент один раз, сохраняем его в переменную и все. То есть больше мы этот метод не выполняем. таким образом получается, что результаты выполнения JSPerf вообще неактуальны и нерелевантны. Какие выводы? JSPerf не подходит для измерения производительности DOM-методов. Он просто не учитывает нюансов работы браудио в своей методологии. Не стоит заниматься микрооптимизациями, и особенно принимать решения на основе таких микрооптимизаций, замеров производительности. Скорее всего вы это делаете неправильно. И полезно знать, как работают браузеры, какие основные принципы работы. надеюсь, я вас вдохновил на изучение спецификаций и стандартов. специально привел подборку ссылку от качества спецификаций HTML, living standard. Тут, я думаю, все понятно. Вот страница CSS current work. На ней перечислены все спецификации, которые находятся в разработке. В первую очередь, конечно, стоит обратить внимание на секцию completed и stable. Но вот некоторые тесты, которые переходят в статус из CR в PR, тоже очень полезно знать. Например, фликсбоксы. Серия книг You don't know JS на английском, но очень подробно описывает основы работы JavaScript. На русском можно прочитать сайт JavaScript.ru. Там очень хороший раздел обучения. Там, в частности, про дом и про все остальное, включая JavaScript 6. Модила Developer Network. Хорошее справочное руководство. Если вам нужно что-то узнать, вы вводите запрос, добавляйте буквы MDN, и вы получите быстро ссылку на то, что вам надо. И наконец статья «Как работают браузеры». Я привел ссылку на английский оригинал. Вроде бы есть пара переводов. Тоже очень полезно знать. На этом все. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ